Сильвей Дюжей выпустил труд, который называется «Естественный экономический порядок», в котором он исследовал в природу денег. По итогам этого труда в 1932 году проявили эксперимент со свободами Лигаи в австрийском городе Вёркан. В результате эксперимента в этом городке за один год построили мост, улучшили состояние дорог, увеличили капиталовложения в общественные службы. Именно в это время, когда многие страны Европы вынуждены были бороться с растущей безработицей, уровень безработицы в Вёркане снизился за один год на 25%. Мы решили повторить этот эксперимент, и в мае 2010 года мы реализовали его в селе Шеймуратово Камаскалинского района. Не, ну надо сказать одну такую фразу. Мы едем в Шеймуратово. Какие выводы мы пришли в результате этого эксперимента? Вывод первый. Увеличение товарооборота. Ну вот здесь вот представлен товарооборот ежедневный. Ну, чтобы увидеть тренд этого оборота, вот мы наложили тренд, и по нему видно, что растет. Более детальное или более точное это видение можно увидеть в следующем графике. Это уже динамика товарооборота товарооборота, товарооборота, бренди и детализации. Понятно, дам пояснение, что на данном этапе методологии анализа именно по кизельской теории не существует, поэтому приходилось буквально сочинять по ходу. Могу также еще пояснить по графику, вот желтые ступеньки. Это как раз та финансовая амортизация, которая описана в концепции, а на самом деле является тем налогом Незет, который описан в теории. Насколько вы видите, признали по району лучшим, выделили примерно 100 тысяч. Ну что, это вполне себе денег. Да. Полуплана по протоколу. Ну, сейчас мы отдаемся в руки полностью хозяина территории, и поэтому, я думаю, проедемся, наверное, пообщаемся где-то, потом на ферму. Магазин поедем, нет? Да, 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 конечно, надо посмотреть, потому что некоторые думают, что реализация идет каких-то брошенных товаров. Две талоны, кстати, посмотрите. Это у вас новые талоны? Ну, мы... Просто они скоро уценят. Стараем бегать, стараем бегать, держать. Да, обесцениваются. То есть, я вот, допустим, пришел, отдал им 4 тысячи, они мне дали чек, и сдачу даже дали, вот, какими-то 5-рублевыми, 10-ти. Чего не хватило, дали копейками же, рублями. Ну, вот график погашения, то есть, 4 декабря очередное уменьшение стоимости. То есть, это все действующие детишки-то, можно спросить. Вот есть вопросы, связанные вот с товаром. Вы ими пользовались хоть раз? Конечно, каждый месяц пользуемся. Вот немножко об этом можно сказать. Как вот? Удобно, неудобно? Все как есть. Если талоны есть, то они удобны. А в чем удобство? А? А в чем удобство? Ну, у нас же как получается, если, допустим, насчет зарплаты, мы можем как будто взять как в аванс с талонами. Это для нас все удобно. Среднего эшелона и низшего эшелона специалистов сейчас нет. Дера, это, наверное, конец 90. Из-за этого провал специалистов. Может быть, технологиями выиграем. Раньше-то они поселили по 6 метров, а сейл по 12 метров и так далее. На более высоко зарплаты, народ-то как, не клюют, нет? Начинают не верить, люди говорят, по республике спрашивают, правда ли у нас скотник 15 тысяч получает. Ну, потом. Вот у нас много уже иногородников называемых. Вот так у тебя было решение. Хорошо. Влияет, хорошее слово, но не единственное, конечно, это массив, деньги. Им надо очень много неумеющих просто кушать себе и приготовить. Если для него есть столовая, то он уже идет работать. А что там в концерт получит он? Разные люди есть. А с другой стороны, мы надеемся, просто кушать себе. Ну, поедем? Да, да, да. Значит, второй вывод. Он был для нас совершенно неожиданный. А этот вывод не проявился в Австрии, поскольку там, наверное, люди идентичные и считать умеют. А нас в последнее время постоянно почти обвиняют в финансовой безграмотности. Так вот, мы увидели, что на селе, в котором 20 лет проходила, ну, скажем честно, деградация, вдруг возникла финансовая грамотность. Люди стали планировать. Как мы это увидели? Ну, поскольку инструмент, который мы предложили, был дешевеющим, то им нужно было распоряжаться особенным образом. И вот, в данной диаграмме представлена структура распределения вот этой финансовой амортизации, то есть, у кого находились в этот период деньги, когда происходило списание его номинала. Так вот, получается, что, значит, в торговле 8%, ну, тут, понятно, люди занимаются бизнесом, значит, что такое выгода и всегда избавляется от тех процессов, которые, скажем так, ведут к каким-то уменьшениям. 19% в это время этот объем находился у людей, и 73% денег были на самом предприятии. И следующий вывод, к которому мы пришли, это взаимодействие товарных талонов с российскими рублями. Ну, поскольку период был дефляционный, инструмент был предложен как учетный, нужно было соединить, погасить зарубную плату, запустить какой-то внутренний, внутри предприятия оборот, тут неожиданно оказалось, что вот эти товарные колонны стали выходить за рамки предприятий, ими стали пользоваться таксисты, стали пользоваться продавцы с подворьев молока бабульки, самогон стали реализовывать. Возьмите, вам дадут сдачи, и будет это интересно. Смотрите, там процесс. Мед для Штирска. А я в самолет не принюю. Ну? Мед для Штирска. В общем, Баштирска. Мед для Штирска. Мед для Штирска. Да, конечно. Мед для Штирска. Есть, но приятник. Не надо, не надо сдавать, а когда ниже К. за исключением этого это не меняется это это не покупатель настаивает чтобы было я думаю что так он может позволить может быть не каждое хозяйство но много хозяйств если подойти с головой сбалансированным а в чем разница вот вам для того чтобы вам еще обеспечить процесс покупки как это будет сто пятнадцать отлично 28 28 что на фонда ничь исторический процесс до исторических процессов а такие берете конечно Вот. Оставический процесс. Покажите. Возьмите передаю. Это подарок. Это надо сразу заплатить. Это надо сразу заплатить. У нас самолет не пустят. Чем? К чему? Нельзя ввозить. Ему нельзя брать. Багаж. Но у нас нет багажа. По-моему мед можно. Мед-то можно. Мед-то можно. Большой мед. Мы с тобой ведем. В Москву. Ладно. Ладно. Я поплачу. Ладно? Получили. Все, заплатили? Да, да. Даже засняли. Если вы часть продаете за рубли, а часть за товарные талоны и соблюдаете при этом баланс, у вас не рушится ни система, ни ассортимент. Понятно. Мы эту формулу вывели, я ее дал. Следят, контролируют, балансируют. И все довольны. Вполне себе может удовлетворить запросы обычного, в том числе и городского жителя. Здорово. Там очень большой диапазон товаров. Да. Помимо прочего, еще также есть предприниматели, которые пилые лесом материалы реализуют. Сейчас вот пошла продукция, но это правда со склада. Вот. Сейчас мы проследуем эту ферму. Вы сами видели на себе, как это все происходит. Никакого ажиотажа или какой-то сумятицы, там, задержек существенных не было обнаружено. Да. А соотношение товарных талонов земля в магазине какое? А это формула, на самом деле. Нет, реально, да. Реальное соотношение, ну, оборот товарных талонов не превышает 25%. А это существенная поддержка, там, при падении, допустим, 25% выдержать сможет заполнить. Там же, на самом деле, мультипликатор. Да. Но в этом ивермаге не принимает того. А в этом нет. А это и не универмаг. А это название универмага, на самом деле, это уже, как бы, поделены между ипшниками. Вот. Здесь нет, здесь нет, ну, работа ведется, потому что она связана с доверием, непосредственно с доверием. А в райцентре, как бы, уже многие используют. Да, да, да. Да, используют, используют, используют таксисты, используют вот частники, не предприниматели, у которых там занимаются. Вот, вот, все это зависит, естественно, от наличия либо отсутствия кризисных процессов. Да. Я думаю, что наступит время, как неизбежность, и мы будем вынуждены прибегать к подобного рода инструментам, чтобы просто не останавливалась жизнь, не превращалась в какую-то непонятную, никем не регулируемую область. Очень по-московке, по-варшавке едем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это частный пруд, да? Это пруд в аренде. Давайте вернем на Варшавку. Ого, шашлык жарит? Готовим обед обычно. Скоро у людей обед тут. Варшавку. 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 Это вещь очень необходимая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 относительно нашего который позволяет смотреть за дойкой определять больных определять в охоте коров и здесь племенная работа ведется за москву тайп про вас написано а где у тебя была вот эта схема кто кого отменил там какие дюйти я помню здесь была такая схема красивая да тут повыше их поднимем а, ее на семинаторскую перевели да она у нас на первом этаже сейчас мы увидим ну ладно пойдемте не коровку посмотрите ты же не делай без коровки потому что Капкин. 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 Отсекают больным. Копыта. Здесь семинарская. Там можно чистить. У меня как-то для картошки. У вас поддерживается. Меня засунули в загон, где было 120 тёлок. И я по одной загонял в такую вот, где им приливки делали. 120 раз? Да. Их же много, они же толкаются. Они здоровые. Я так снимаю. Они не отдалили карелу. Они не отдалили карелу. Одна группа у нас внутри. Чего она здесь лежит? Вон так. Сколько средних? Реже, я пробью. Еще будут? Да. Ну сколько одна корова здесь? Шесть центнеров. Это 600-700 кг. Бык-то за тонну может есть. Здесь мы выдуваем молоко. А чего они лежат? Такое все. Накормленные. Накормленные? Техника, которая кормит. Они не пахнут. Да. Упыльные те, которые наводчики. Сюда кормят. Да. Броши. Терядин, пойдем. Здесь термовой стол. Здесь термораздачика раздает карман. А навоз как надо убирать? А навоз как убирается? С трактором? С трактором, бульдогером? А? 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 Это? А? 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 Угу. 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 Слыши. Скоро, красоту. А? Ураль. Слыши. Ненавоз. Ураль. Ураль. Краган, расстояние. Ураль. 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 ладно ладно не буду тебя отходим вот хочется познакомиться не хочет не любят они посторонние коровы молодец молодец Это какой возраст? 23 ноября. Два дня. Два дня. В общем, бедня. Нам было интересно посмотреть, как же работают эти две системы. Есть ли между ними какие-то противоречия, тем более противопоставления. Вот что обнаружили. Ну, судя по самим инструментам и по функциям, талон явно уступает, у него нет функции накопления. Вот. И это же мы увидели в графиках. В следующем графике мы более точнее, потому что будет недельная антидализация. Вот видно, они работают как сообщающиеся сосуды. Когда происходит товарооборот товарных талонов, российские рубли при появлении своем вымещают товарные талоны. И наоборот, когда они уходят с территории, то этот вакуум начинает заполнять этот инструмент. В следующем графике также видно никаких противоречий в структуре оборота. То есть мы не видим явного преобладания какого-то инструмента. Просто получается, что товарный талон дополняет экономический потенциал территории. Исходя из этих трех выводов, мы решили создать вот эту концепцию, которая предполагает разработать систему свободных расчетов как электронную систему платежей. При этом мы четко понимаем, что необходима более глубокая разработка внутренних правил работы такой системы. Ну и, естественно, взаимодействие с внешней средой. Так вот, внутренние правила системы подразумевают за собой финансовую амортизацию как плата освободения деньгами, значит, расчетные сберегательные счета, в этом смысле расчетный счет подвержен финансовой амортизации, а сберегательный счет создан специально для того, чтобы участник системы в случае, если он не знает, как распределиться средствами и не хочет, чтобы его средства были подвержены финансовой амортизации, просто переводят средства с расчетного счета на сберегательный счет, но при условии времени. То есть, так же, как работают депозитные счета, но только без роста. Также из системы предлагается беспроцентный заем с возможностью возврата внешнего рубля в случае отсутствия средств на счетах и эмиссионный принцип товарно-денежного баланса. Мы прекрасно понимаем, что происходит в случае неравновесия товара и объема денежной массы. Происходят такие явления, как дефляция, дефляция. И для нас принципиально было важно, чтобы взаимодействие было сбалансированным и при этом не было влияния на цену. Ну и взаимодействие с внешней средой, поскольку мы же на Марсе не живем все-таки, а живем в какой-то уже созданной системе. И у нас нет никакого желания входить в конфликт, мы просто хотим самоорганизоваться, чтобы наша экономика продолжала жить. Поэтому мы увидели в самой системе механизм доставки средств до потребительских рынков. Так вот, в системе мы предусмотрели момент конвертации сред в российские рубли, но только на две цели. На уплату налогов и на выплату зарплаты за счет внешней кредитной линии. Другими словами, сама система может выступать контрагентом или заемщиком в традиционной системе. И это тоже хорошо в условиях рейса, потому что сейчас требования, из-за повышающихся требований к заемщикам высоких рейсов, этих заемщиков просто нет. Следующий слайд. Как происходит конвертация? Мы представим участника системы, владельца ПСГУ. Он дает платежные поручения в систему. Система обращается к открытой возобновляемой кредитной линии и дает поручения на выход либо зарплаты, либо налоговый бюджет. Бенефициаром всей системы свободных расчетов может и, наверное, будет заинтересована все-таки государство. Потому что система позволяет в кризисный период создать вот этот механизм доставки до самых нижних потребительских рынков, тем самым активизировать производство. как будет гарантироваться возврат внешнего кредита? Это вопрос очень частый и очень часто его задают. Возможностью конвертации средств только через год более высокой амортизации, чем процентная ставка по внешнему кредиту. Возможностью возврата займа внешними управляет эмиссию внутренних стрессов через займ. Значит, приблизительные оценки параметров системы, мы видим так, финансовая амортизация в районе одного процента в месяц, процентная ставка по внешнему кредиту 4% годовых при объеме кредитов 10 миллиардов рублей. Следующая статья. Ну, здесь вот в таблице виден порядок на примере одного миллиарда рублей, каким образом происходит амортизация и какой математический остаток остается в системе на финансирование самой системы, на возврат инвестиций, если бы были такие инвестиции в создании, да? А вообще у нас создана математическая модель, такая довольно обширная, как вот Олег Вадимович рисовал сеточку. Вот она у нас такая большая, где мы увидели работу всей этой системы, как она работает. Мы ее смоделировали, потом перенесли ее, собственно говоря, в компьютер, сделали некоторые изменяемые параметры, случайные, и получили, в принципе, и в компьютерной модели, и в математической модели, а в однажды. Может, следующий. Таким образом, из всего из этого можно сделать вывод, что возобновляемая кредитная линия и финансовая амортизация в системе – это механизм объединения и взаимодополнения двух систем. Теперь можно посмотреть, какие задачи может выполнять система в случае кризиса. Значит, для государства, ну понятно, что если возможна конвертация, то в этом смысле деньги будут поступать непосредственно в бюджет, а в бюджетных расходах предусмотрены различные социальные программы. В традиционной системе при возникновении дефицита бюджета возможны социальные невыплаты, а также социальная нестабильность. Что касается бизнеса, у нас… Вы были, да? Оставьте. У нас с дефицитой страницы имеются. Ну, я на слова скажу. Для бизнеса, какие получает бизнес преимущество? Вот представьте ситуацию. Бизнесмен вдруг в какое-то время обнаружил, что у него не покупает товар. В этот момент времени система совершенно добровольно предлагает возможность реализовать внутри системы свой товар, поскольку у нас в системе спрос будет генерироваться. Генерироваться причем финансовая амортизация. Вот. Так вот, мы предлагаем спрос. Как он дальше может распорядиться, да, такими средствами? Либо сконвертировать их в налоги и в зарплату, либо продолжать дальше осуществлять эту операцию, если там присутствуют его контрагенты по его производственной цепочке. Вот. Для стартапов наша система может предложить совершенно дешевые ресурсы, да. Если сегодня на рынке существуют ресурсы по цене 15-20% годовых, а в условиях развития кризиса совершенно непонятно, какова будет стоимость ресурсов, то в этом смысле система предложит беспроцентный займ, но при наличии комиссии за обслуживание кредита в случае, если его будет обслужить оператор. То есть не система сама, а оператор. А для людей. Понятно, что в случае генерации спроса и возникновения кооперации в системе появятся рабочие места. Вот. Надо отметить, что в мире поиск решений практически не останавливается. Есть такой известный человек Вернам Литар, профессор университета Клятвий, писатель и один из архитекторов Ева. Так вот, Вернам Литар уже сейчас объявил в прессе, что занимается проектированием платежной системы TR-Альянс, которая будет создана по образу платежной системы ВИЗа, в которой они уже изначально предусматривают демеридж, или финансовую амортизацию, как они называют. Также в Японии ведется проектирование второй валюты и второй денежной системы с финансовой амортизацией с демериджем. На самом деле в мире сейчас существует более 60 локальных вспышек применения альтернативных финансовых систем. Существует лет система со схожим принципом, в которую входят более 60 тысяч участников. Существует в Швейцарии Вирбанк, который с 1953 или 1954 года, точно не могу сказать, применяет эту систему для членов своего кооператива и называет валютой ВИР. Поэтому это, в общем, выглядит довольно интересными мировыми тенденциями на фоне текущего современного экономического кризиса. И зная причины современного экономического кризиса, имея на вооружении проведенный эксперимент, имея знания в области современной программирования, мы предлагаем обществу вместе с нами попытаться создать ту систему, которой будем пользоваться мы. В случае, если кризисное явление нас очень сильно затронуло. Джон Мейнер Кейнс как-то сказал, я убежден, что будущее научится больше у Дизеля, чем у Макса. Ну а кто такой Джон Кейнс, вы, наверное, все прекрасно знаете. Спасибо за внимание. Спасибо.